Время, когда случился путь, я был в Помпеях, в Италии. Я играл в Центре экспериментального театра в Риме пьесу «Олкеста Еврипида». И в то лето я путешествовал вместе с театром по Италии, играл преимущественно в старых древнегреческих и древнеримских театрах. Время до нашего времени, даже на Сицилии, на юге Италии. И как раз я вспоминаю, что после спектаклей в Помпеях, на знаменитой театральной арене, у нас планировалась экскурсия. Потому что в Помпеях, ну вообще в Италии очень сильная коррупция, и в Помпеях многие из старых домов на раскопках, они якобы закрыты на реставрации. Но если дать 10 тысяч лир, в то время еще были лиры, сторожу, то для тобой все открывается. И так как мы были артисты и выступали в Помпеях, то для нас централизована какая-то дирекция вот этого заповедника, решила устроить экскурсию по Помпеям. И мы для этого вот собрались, где-то к 12 часам или к 11, в холле гостиницы, которая там расположена. И там вдруг я заметил телевизионную передачу из Москвы. Мне друзья, итальянские актеры говорят, Сергей, у вас пуч, у вас переворот. Только он какой-то очень странный, потому что на этом телевидении мы увидели, как идет колонна танков, и ее обгоняют жигули. Вот это как бы с одной стороны пуч, но итальянцы так решили, что у вас какой-то, у вас же все странное у русских, у вас и армия странная, и пуч странный. Ну вот, но я воспринял все это очень близко к сердцу. Да, очень впрямую, очень переживал. И на экскурсию я не пошел, потому что я настолько был захвачен происходящим. И в дальнейшем получалось, что я не мог вернуться на родину, потому что мне надо было выполнять контракт некоторое время. То есть я должен был доиграть до конца августа в свои спектакли. Вот, и буквально следующий спектакль у меня был где-то, может быть, на Сицилии, а после этого в Минтурно. Это тоже, в Минтурно, это недалеко от Рима, там старинный тоже театр. Ну, под открытым небом, ну, древнегреческий, древнеримский театр. И там единственный раз во время моих гастролей, ну, вот с этим итальянским театром, директор театра перед началом выступления объявил, что у нас в труппе есть один русский. И все... Со сцены? Со сцены, да. И давайте поддержим его, он очень переживает, поддержим. И вся публика встала, устроила мне овацию. Вообще в Италии очень непрестижно быть иностранцем. Это же как бы люди второго сорта, потому что все самое лучшее итальянское, музыканты во всяком случае. Поэтому я нигде не был обозначен на афише, что я не итальянец. Ну, я говорил по-итальянски, вел себя достаточно так же. А фамилия странная, ну, вот у них в области Триест, там много славян, и поэтому, ну, там, Югославов, поэтому, как так сказать, проходил. Вот это был единственный случай. Вот. Итальянские музыканты, актеры обратились ко мне с предложением политического убежища. Вот на третий или на второй день путча о том, что мне могут дать временную шестимесячную визу. Но я все это отверг. И как только вот мой контракт закончился, мы отыграли последний спектакль, я полетел в Москву. Летел почти в пустом самолете. Очень мало кто из Италии в это время в Москву летел. Больше были в обратную сторону. Вот. Ну, я, конечно, не мог разобраться в том, что происходит. И этот путь оттуда из Италии представлялись как военные действия. Телевидение формировало итальянское, ну, или СНН, я не знаю, откуда они получали. Все время транслировались какие-то кадры, на которых горело пламя в ночи. Что это за пламя было? Какие-то толпы людей. И все это сопровождалось криками. Ну, во всяком случае, люди формировали представления о каких-то революционных событиях. Когда я приехал в Москву, ничего подобного не заметил. И вообще был очень удивлен. То есть это... Мне уже стало через несколько дней представляться какой-то грандиозной или мистификацией, или экранизацией чего-то. Но, во всяком случае, у меня было ощущение чего-то очень странного и не совсем, ну, вот как бы, адекватного. Вообще представление о путье у меня менялось со временем. Но в те моменты, когда он происходил, я был в Италии, я относился ко всем очень серьезно. То есть я ловил все новости, непрерывно сидел у телевизора там. Ну, когда я не был занят на сцене, покупал итальянские газеты, читал там какие-то сообщения. Ну, сейчас я понимаю, что это все было очень далеко от реальности. Ну, прежде всего, я думал, что я, конечно, не думал, что этот путь прекратится так внезапно. У меня было ощущение, что вот та эпоха Горбачева, она закончилась. Но, во всяком случае, из Италии мне казалось так. Удастся ли мне вернуться, не закроют ли границу? И если мне удастся вернуться, то мне уже какие-то путешествия на Запад уже закончатся на десятилетия. То есть я думал, что мы погрузимся в какое-то, ну, в то советское состояние, которое было там в 50-х, 60-х годах, когда, в общем, контакты были значительно более ограничены. Ну, и вообще всю эту музыку позапретят, которой я занимаюсь. Вот это вот как бы, в общем, вся эта свобода закончилась. Было ощущение вот такого у меня большого испуга по вообще перемене жизни, по перемене всего. Вот так это представлялось. А почему же вы тогда отказались от предлагаемого статуса, и там, допустим, потом можно было вытаскивать бы близких? Ну, я не хочу хвалиться, но я человек очень патриотических убеждений. Вообще. У меня никогда не было мысли не уехать на Запад, не остаться на Западе. Я много раз был везде, и я как бы видел эту жизнь немножко изнутри, не как турист, а как бы работая там, ты немножко по-другому оцениваешь все это. Я не вижу каких-то существенных преимуществ в государственном устройстве или вообще в образе жизни людей по сравнению с нашим. Нет, если вы думали о том, я почему спросила это сейчас, потому что вы сказали, что вы представили, что сейчас вот Россия, Советский Союз погрузится во мрак такого глубоко советского Средневековья. Я бы не сказал, что мрак, у меня не мрак, то есть произойдет некоторый такой, скажем, откат. Вот произойдет откат от той ситуации к другой ситуации, но все равно для меня страна, Россия, русский язык, это намного важнее, чем, например, искусство или музыка или какое-либо мое занятие. Поэтому, ну, мое место-то там, ну, чем-нибудь другим буду заниматься. Но, дело в том, что я занимался вот современной музыкой тогда, когда она была под запретом, ну, или под негласным запретом, то есть в Брежневские времена, когда ее игнорировали, в Андроповские времена, когда ее немножечко прижимали. Особенно был неприятный момент, это период, краткий период Черненко, когда была неразбериха и на всякий случай значит, потом были серьезные, в начале перестройки серьезные были посадки в сумасшедшие дома. Вот моего брата посадили в психушку, мою первую жену посадили в психушку, я их вызволял оттуда, ну, пытался, по крайней мере. то есть, бывали такие сложные моменты, но это вовсе не значит, я не знаю, я вообще внук своей бабушки, и могу сказать, что, ну, мой дед был репрессирован, он был из казачества, и его расстреляли в 37-м году, и моя бабушка переживала очень тяжелые времена, в 40-е годы, в конце 30-х, как член семьи, врага народа, и в 40-х годах она познакомилась с польским врачом корабельным, который был в эвакуации, ну, из Польши, были в Казахстане, были в эвакуации, поляки, да, и этот врач сделал ей предложение, она была красивой женщиной, с двумя детьми, она ему ответила, что я свою родину никогда не предам, и на протяжении трех лет, потом он ей слал письма, как мне мама рассказывала, с марками, из портов мира разных, из Аргентины, там, откуда-то, из Австралии приходили, она их не читая, выбрасывала в поганое ведро, все эти его послания, потому что она говорит, я свою родину никогда не предам, это при том, что она была членом семьи, врага народа, пораженная во всех правах, лишенная там, всего на свете, мир такой, ну, вот в моем представлении, это было так, то есть, какая-никакая, но это моя страна, я должен в ней жить, работать, что-то делать для нее, вот мы, у меня такие убеждения, они не изменились.